привет ребята чё очередной день очередной день сейчас все по старин очки проверяем раков сначала раков проверяем мы у меня есть подозрение то что у меня две рачихи с икрой видите хвост поджимая поджатый и не разжимает а значит у нас она с икрой и еще две рачихи самочки полиняли я пришел смотрю лежит я думал труп эти причем так он весит но неплохо ну типа знаете ребят на тему до креветка или раки но типа это вообще разные животные и кроме этого у рака только хитин вот ребята которые взвешивают до видео показывают взвешивают креветку и рака одинакового возраста ребят поймите то что у креветки хитин очень тоненький очень тоненький и если сравнивать вот по массе если да по массе то вот этот панцирь весит наверно половину массы рака базар нет помо по массе по количеству мяса может быть рак чуть-чуть побольше но то что говорят раки например там 100 грамм весят а креветка например там 40 50 грамм весят блин но вы поймите то что панцирь у раков очень тяжелый он очень крепкий вы должны это все понимать такие дела вот у меня в общем две самочки полиняли вот они сидят ну трубы я короче так никак и не сделаю поэтому я все так же это ящиками накрываю блин вот но не знаю вот не могу я никак эти трубы сделать постараюсь постараюсь но вот все никак и еще такой момент один момент ван момент где-то я здесь рачих увидел с поджатым хвостом но теперь я ее не вижу а значит показалось а как говорится когда кажется креститься надо так ну ладно значит мне тут вот показалось но вот с этой мадамой вот блин и где эта мадама теперь вот эта мадама она точно с икрой и сейчас мы ее будем с так сачок берем вопрос только вот в чем куда ее пересадить большой-большой вопрос так здесь у нас что две самочки сидит здесь у нас две самочки сидит раз самочка сидит не может быть что здесь одна только самка сидит да два самки сидит три сам себя точно вот три сам очки соответственно мы будем сейчас ее пересаживать сюда три самочки ага ребят все это надо делать нежно аккуратно чтобы она хвостом не стукнула хвостом стукнет вся икра у нас кончится а самочка-то крупная хорошая смотрите какая так 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 давай малышка малая тихо 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 не не вот все не нервничай не нервничай не нервничай все хорошо все хорошо не нервничай все хорошо все хорошо все хорошо все хорошо и давай потихонечку обратно выходи все молодец давай 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 Главное, чтобы хвост еще не зацепился Вот и все, красава Красава Тут бурные аплодисменты ваши Вот, я выхожу на поклон Занавес Отлично Так, давайте дальше Нет, все-таки мне точно казалось, что здесь тоже рачиха была с хвостом поджатым Не, показалось точно Ладно Ладно, ладно, ладно Так, тут у нас пока что рачат нету По крайней мере не видать По крайней мере не видать Тут у нас рачаты есть Их по крайней мере стало видно Ну, по размеру, конечно, увеличились немножко Ладно, все нормально Ну, вот так вот приходишь Смотришь Высматриваешь Выглядываешь Внимательно смотришь Народник, а у нет Так, далее что у нас Смотрим У нас, значит, чего? Малявки Малявки у нас, в принципе, как бы Почти все скушали Но не все Поэтому сегодня мы их особо-то сильно много кормить-то не будем Пускай доедают всю эту труху Ёб твою мать Блядь Ребят Я его и не увидел сразу Не заметил Смотрите Ну, он мертв уже, конечно У него даже глаза высохли Жалко-то как, а Мальчишка Блин, как знал Надо утром рано было ехать Ну, не рано, а пораньше Я вечером уже приехал Может быть, и выжил бы Смотрите, какой самец, а Эх, жалко-то как Смотрите Он просто с полруки Эх, какой красавец, а Вот Блин, а не уберег я тебя Не уберег Смотрите, какая интересная вещь У него два носа Я первый раз такое в жизни вижу Видите, раз нос Основной И второй нос растет Этому самцу Шесть месяцев Ну, он уже, да Его даже уже не скормит Никого Он уже потухший Липкий По весу Ну, грамм, наверное Ну, грамм 60-70 Сто процентов есть Да, очень жалко Ребят, очень Слушайте, когда у меня целый стеллаж Как бы умирал Мне не было так жалко Как вот его жалко Потому что это молодой самец И он самый-самый-самый крупный Из всего помета Он просто в два-три В три раза, наверное, больше остальных ребят Его же возраста От него, наверное, очень бы хорошее было бы потомство Не уберег, конечно, я тебя Смотрите, для сравнения Вот этот самец Вон самец сидит, видите Ему, короче, уже год с лишним Он Такого же размера Даже, может быть, чуть-чуть меньше Чем вот этот самец Полгода И год с лишним Очень жалко Для сравнения Вот Этот самец И этот самец У них один возраст примерно Он раз в два больше Он толще его Клешни вообще массивные, крепкие Он сидел вот с этими самочками Он, значит, вылез Видите, я хоть и сеткой накрываю Хоть и сеткой накрываю Он как-то, видимо, вылез Все-таки Прополз сюда И здесь уже Сил не было двигаться И здесь он и остался Очень жалко, ребят Да Ну, такое вот происходит Бывает такое Такое происходит В нашей работе Ладно, что Что-то настроение, ребят Подупало, если честно Давайте сейчас Вот две минуты еще Посмотрим, что тут Они все ли съели Рис они съели Я их кормил рисом, яйцом Примерно килограмм корма Скормил вот этого всего, да В принципе, у всех все чисто Все все съели Ну вот Очень жалко Блин, а Тут ведь, знаете Как бы все Как бы тут не предугадает Конечно, косяк мой Можно было бы Что-то другое придумать Но Как бы Как вам сказать Такая вот ситуация В общем Ладно, ребят Что, настроения нету Сами понимаете Да, ну реально Как бы Самец видели Очень крупный Очень хороший Мощный С него бы, наверное Очень хорошее было бы Потомство Но Вот Не зашло Сейчас поищу еще Какого-нибудь крупного самца Пересажу туда Надеюсь То, что он может быть Тоже стартанет В рост Не знаю Что получится Да Короче, у меня слов нет Давайте, ребят Удачи Пока Пока